Ну и к другим темам. Три века музыки на одной сцене. С единственным концертом в Сибири выступил всемирно известный скрипач, искусствовед и писатель Михаил Козинник. Один из самых эрудированных людей своего поколения. Он собирает неизменные аншлаги в лучших залах планеты. Записывает теле- и радиопрограммы о культуре. Выступает экспертом нобелевских концертов. О каких музыкальных тайнах рассказала мечам знаменитый лектор в нашем сюжете. Почему сонаты Баха помогают совершать научные открытия? И мелодии какого композитора называют конфетами для ушей? За время творческого вечера Михаил Козинник успевает открыть публике десятки неожиданных фактов из истории искусства и собственной артистической биографии. Уже более полувека он выступает с необычными концертами по всему миру. Но называть их лекциями запрещает. По его мнению, говорить о классике можно только актерски и поэтически. Гипнотическое влияние музыки сам он ощутил уже с колыбели. Маленький Миша мгновенно прекращал плакать, как только папа начинал играть на мандолине или скрипке. Мальчик вырос и вывел собственную теорию воздействия звуковых гармоний на человека. Произведение искусства – это огромный источник волновой энергии. А человек – это приемник. Большинство приемников испорчено. Соседями, детским садом, радио, телевидением, вкусами, пропагандой. И в результате приемник не работает. Настроить публику на правильную волну восприятия – в этом Михаил Казиник и видит свою музыкальную миссию. И уверяет, что классическое искусство способно разрешить конфликт поколений. Если родители станут приучать детей слушать Моцарта или Бетховена, споров в этой семье будет меньше обычного. Успешность такой системы воспитания демонстрирует на собственном сыне. В их творческом дуэте полная гармония. В четыре года Борис Казиник впервые взял в руки детскую скрипку. Сейчас играет на солидном инструменте с историей. Неизвестно точно имя мастера. Единственное, что мы знаем о нем четко, что он был отремонтирован в Швеции в 1784 году. Самым известным мастером в Швеции, который брался лишь ремонтировать только лучший инструмент. В этот вечер амичи смогли оценить не только звучание раритетных скрипок, но и музыкальные импровизации на рояле, органе и виолончели. И хотя один из чемоданов с нотами Шумана задержался на польской таможне, это не помешало выступавшим растопить сердца сибирских слушателей. Теплая даже горячая публика, то есть не соответствующая совершенно температуре обычной в Сибири зимой. Как раз это очень приятно. Елена Погарская, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.